Минспорта Российской Федерации запустила онлайн-запись на самое масштабное зимнее спортивное событие. Всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России». Мероприятие состоится 10 февраля на территории спортшколы «Чайка». Для участия не потребуется предъявлять оригинал паспорта и полиса обязательного медицинского страхования. Вместо этого можно использовать мобильное устройство и показать соответствующие документы на портале госуслуги, сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести» с Дворянской. В России всем взрослым положена бесплатная диспансеризация раз в три года, а после сорока – ежегодно. Чтобы ее пройти, нужен полис, ОМС и паспорт, напоминает телеграм-канал железнодорожного района. Записаться на диспансеризацию в поликлинику можно онлайн или через регистратуру. С 1 декабря ведется прием заявок на награждение почетными знаками городского округа Самара за заслуги в воспитании детей и за самоотверженность. Ходатайство и комплект документов о награждении кандидата почетным знаком направляются главе Самары и председателю городской думы до 1 марта 2024 года включительно. Консультацию можно получить по телефону 332 11 03, информирует городской департамент опеки, попечительства и социальной поддержки. В актовом зале администрации Красноголинского района прошло награждение победителей конкурса на лучшее праздничное оформление района к Новому году и Рождеству. В создании праздничной атмосферы для жителей и гостей района в предновогодние и рождественские дни приняли участие крупные промышленные предприятия, учреждения социальной сферы, управляющие компанией и объекты потребительского рынка. Районная администрация благодарит участников за создание новогодней атмосферы. Районная администрация Районная администрация Районная администрация